вашенька глафира или обезьянка глафира ей месяц с небольшим у нее абсолютно мягкая голова то есть не за очень большой и незакрытый родничок есть все признаки гидроцефалии у нее задержка в развитии то есть у нее маленький очень вес на сегодняшний день она у нас весит около 230 грамм сейчас проверим 232 угла шинки очень необычные задние лапки они у нее вывернуты в обратную сторону малышка пытается двигаться но к сожалению не это очень плохо получается потому что правильное положение лапок должно быть вот таким а у нас она вот такое она не может сделать пока упор мы сейчас активно боремся за вес и в течение всего дня максимально загружаем ее зарядкой то есть я делаю массаж учу правильно ставить лапки у нас есть вот такой круг или сфера как-то правильно называется малышка вот так усаживается лапки мы ставим в правильное положение на волшебном колючем коврике они фиксируются иглашенька сидит сколько она может выдержать столько мы фиксируемся на сегодняшний день у нас главная задача растянуть мышцу вот здесь в ахилле за колен над коленочкой чтобы вытянуть эту мышцу и лапка могла принять правильное положение для этого в течение всего дня мы делаем и массаж гимнастику разгибаем сгибаем лапки что глаше не очень нравится но мы и включаем кино и очень нравится детективы и под детективы нам удается делать вот такой массаж разминку и два раза она уже плавала из-за того что глаша такая особенная все манипуляции должны быть строго на контроле у врачей глаша уже была у хирурга даже у двух сейчас ее наблюдают два врача реабилитолога у нас строгий контроля результатов раз в неделю мы едем мы ездим к реабилитологу и один раз в неделю реабилитолог приезжает к нам каждый день мы снимаем видеоотчеты фиксируем наши результаты это наш малыш савелий про него вы уже знаете он умудрился сломать пяточную косточку это уникальный перелом для маленькой собачки но благодаря этому перелому удалось узнать что у савелия порог сердца порог сердца серьезный легочная артерия склеена и от сердца воздух от сердца к легкому артерии заклеилась и не работает сейчас мы вызвали хирурга единственного кардиолога который может сделать операцию на таком маленьком сердце он приедет к нему из питера мы купили помпу стоимостью в 90 тысяч которая сможет расклеить эту артерию и на сегодняшний момент сава у нас находится на карантине так как у него бронхит мы изолировали во других малышей чтобы он не подцепил вторичную бактериальную инфекцию он сидит в одиночной камере с увлажнителем постоянно получает ингаляции связь раствором который избавляет его от сухого воздуха на сыну плачет но терпит потому что мужик 22 февраля у савы будет операция эту детку зовут лапка ей 10 месяцев у нас очень деликатная проблема малышки проблема с сфинктером и с прямой кишкой я даже не могу вам показать потому что ей больно она не может полноценно как и самостоятельно это вызывает сильную боль у нее воспален сфинктер он даже кровит на завтра мы записаны к хирургу нам предстоит сложная операция по ушиванию возможно мешка и самой прямой кишки вдобавок к проблеме с попой у нас сломана передняя лапа перелом срос и неправильно но с этим будем разбираться чуть позже потребуется тоже операция по коррекции но после закрытия зон роста это малышка петелька ей 5 месяцев не обращайте внимание на наш мех мы меняем шутку щенячью на взрослую у петельки особенностью нее косточки растут с разной скоростью на сегодняшний момент хирургически ничего сделать нельзя точнее нельзя полностью исправить проблему нам предстоит операция по углублению коленной чашечки которую через несколько месяцев придется корректировать еще раз то есть у нас по плану две операции и реабилитация еще у нас приюте живут два медведя белый и бурый вот такие вот пузатики это детки нашей мамы буженины медведи весят по пятьсот с лишним грамм и у них есть две сестренки вы не поверите они родственники девочки весят не больше 200 грамм самая маленькая 157 но есть вопросы к папе конечно возрастом две недели мишки топтышки мишки топтышки оставишь девчонок а это мама деток буженина она оказалась прекрасной мамой приехала к нам неожиданно глубоко беременной мы не стали ее стерилизовать дали шанс малышам на жизнь и вот что получилось посмотрите буженина оказалась прекрасной мамой но к сожалению молочка на всех ей не хватило медведи забирают все а девочек мы выкармливаем искусственно это багдаша он особенный малыш с рождения он приехал со своими братиками к нам мы их выкармливали так как у мамы не было было молока у багдаши недоформирована передняя лапка он тоже занимается реабилитацией наша задача развить растянуть мышцу который фиксирует сгиб лапки чтобы эта мышца дала возможность дорасти вот этой косточки если не будет расти мышцы она не даст расти косточки допла до бог дождь у багдаша есть два братика они к счастью абсолютно здоровы сейчас они получат прививочки и будут искать дом вот такие братья хомяки как мы их называем богдан и богдан емеля и тарас их трое эти малыши абсолютно здоровы ждут прививочек и отправляются домой всем привет с вами домик мелкашей и сегодня мы вас знакомим с нашими особенными детками это малышка фрося она поступила к нам полтора месяца назад ее возраст 4 месяца фрося абсолютно глухая и есть подозрение что абсолютно слепая малышка сейчас у нас по плану вторая прививка и посещение офтальмолога сразу после этого фрося начнет искать себе особенную семью может быть добавишь несмотря на свои особенности фрося чудесно ориентируется в пространстве и прекрасно взаимодействует с другими малышами следующий герой это платон до спортсмен наш олимпийский резерв мальчишки предположительно полтора месяца возможно он шицу у него есть проблемы со всеми суставами они у него не зафиксированы поэтому он очень странно ходит точный диагноз поставить пока невозможно так как он слишком маленький и на рентгене некоторые косточки вообще не видны сейчас он занимается активной реабилитации плавает бегает на специальных ковриках делает массаж зарядку как только у нас появится положительная динамика платошка начнет искать себе семью это упражнение помогает платону укрепить мышцы спины он балансирует на специальной подушке старается парень вот так нам даются первые шаги платошек давай сам давай сам сынок давай сам малыш давай 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 поднимай себя и валяшка стой 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 лапки края лучше 20 стороны вот так мы учимся стоять самостоятельно без поддержки до распределяем вес лапки вместе Давай, сыночек, лапки вместе. Молодец. Молодец. Ну что, Платоша готов к очередному заплыву. Полный вперёд. Давай наращивать мышечную массу. Пошли, пошли, пошли. Спасай себя, сыночек. Давай, давай, давай. Посмотрите, как он хорошо лапками гребёт. Молодец, молодец. Торопись к маме. Давай, 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 давай. Умничка, умничка. Молодец.